МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА После долгого рабочего дня вытянуть ноги вдоль дивана. Это мой личный вектор комфорта. Но в программе не об этом, и сегодня в выпуске. Скоро кончится лето. Что успели благоустроить в населенных пунктах республики по программе формирования комфортной городской среды к началу осени? Деньги отдали, квартиру не получили. Как в Чувашии будут решать проблему обманутых дольщиков? Интервью заместителя министра строительства Чувашии Владимира Максимова. Лето, пусть даже такое ненастное, как в этом году, самая благоприятная среда для строительных и ремонтных работ. В ряде муниципалитетов республики шло благоустройство дворов и общественных пространств в программе формирования комфортной городской среды. Что успели к началу осени, проверили специалисты Минстроя Республики, Общероссийского народного фронта и съемочная группа нашей программы. В селе Комсомольска был парк культуры и отдыха. Этой осенью он станет парком воинской славы или аллеи героев. Над названием еще думают. Было очень много предложений. Из более тысячи названий мы выбрали самые часто популярные, часто повторяющие названия. Окончательное решение примут после завершения работ. Благоустраивать парк начали в мае. Теперь предстоит реализовать главную идею. Памятники представителям пограничного братства, морского братства, воинам-афганцам, воинам-чеченцам, они так разбросаны в настоящее время. Здесь селе Комсомольское. А если мы их переместим и создадим аллею героев, я думаю, очень будет это правильно. Также здесь появится фонтан, скамейки, урны. Открытие запланировано на ноябрь. В селе Батрево по программе формирования комфортной городской среды в этом году занялись дворами. По улице Комарова обновили детскую площадку, сделали зону отдыха для взрослых и парковку. Благоустройство придомовых территорий предполагается финансированием жителей. В данном случае получилось около 1200 рублей с квартиры. Не жалко ради детей. Чего жалко? Ничего не жалко? Чтоб детям было удобно и самим удобно. Очень хорошо, приятно. Маленькие жители улицы Дружба, наконец, могут кататься на роликах прямо перед домом. Новое покрытие позволяет. Тут на велике даже невозможно было кататься. Здесь были ямы и был очень большой риск, что можно упасть. Ям больше нет, а вот претензии к подрядчику у жителей еще есть. Так, после дождя у некоторых подъездов стоит вода, рассказала жительница Светлана Конюхова. И даже показала. Посмотрим, я сейчас вот если вырву воду сейчас, она от руки, конечно, она никуда не уходит. Она будет все обратно ехать тут уходить. Неправильный уклон грозит весной полномасштабным потопом. Представители Общероссийского народного фронта выявили еще ряд недочетов. Не обустроен, получается, подход от проезжей части до тротуара. Есть грунтовый разрыв, который необходимо устранить и сделать его цельным. Все недочеты подрядчик обещал исправить, а глава поселения проконтролировать. В селе Яльчики решили расширить функции стадиона. Кроме современных беговой и велодорожек сделали игровую площадку с прорезиненным покрытием. Можно развлекаться, играть. И эксклюзив района скульптуры, посвященные труженикам тыла и детям войны. Несмотря на отдельные недочеты и нюансы, качество проектов и их реализация растет, отметил главный архитектор республики Александр Шевлягин. По срокам в этом году намного лучше по сравнению с прошлыми годами. Если в прошлые годы у нас некоторые объекты уходили в зиму, и, соответственно, теряя их в качестве и во всех остальных, то в этом году у нас многие объекты уже завершены, несмотря на то, что пока еще даже лето. Что касается проектов на следующий год в Минстрое, их ждут от районов до 1 ноября. В одном из наших июльских выпусков мы говорили о переходе застройщиков на проектное финансирование, или так называемые скроу-счета. Основная задача новой системы было защитить россиян от такой ситуации, когда, вступая в долевое строительство, они в итоге не получали ни квартиры, а оставались без своих денег. Сегодня будем говорить о том, кого новая система защитить не успела. О жителях Чувашии, которые имеют статус обманутых дольщиков. Говорить будем с первым заместителем министра строительства Чувашии Владимиром Максимом. Владимир Михайлович, здравствуйте. Добрый день. Вот один из проблемных объектов у нас на самом деле видно прямо отсюда, из парка Победы, это так называемый жилой комплекс Ривьера. Вот там у нас на самом деле стоят колонны, недостроенный экран. Вот какая сейчас ситуация там, как будем решать вопрос? На самом деле на сегодняшний день этот объект не признан официально проблемным, ввиду того, что сроки завершения строительства у него истекают в конце этого года, но тем не менее мы уже сегодня видим, что объект сегодня не строится и соответственно есть все предпосылки для того, чтобы он в перспективе может стать проблемным. На сегодняшний день министерством совместно с прокуратурой республики проводится ряд мероприятий, в том числе мы проверяем финансовое состояние самого застройщика, также проводим совещания, которые направлены на возобновление строительства. На сегодняшний день в самом застройщике произошли изменения, руководитель застройщика изменился, соответственно, теперь данный новый руководитель ищет варианты выхода из сложившейся ситуации. Один из вариантов это привлечение нового инвестора, так скажем, чтобы объект возобновить строительство и продолжить дальше строительство. То есть достаточно стандартная на самом деле получается схема в этих случаях? Да, совершенно верно. Пока по данному объекту двигаемся в этом направлении, посмотрим в целом по ситуации, как будем дальше двигаться. А вот таких объектов, которые, может быть, уже признаны, или которые еще не признаны, но могут стать проблемными? У нас в Чувашии вообще много осталось? На самом деле мы сегодняшний день, у нас три объекта официально включены в реестр проблемных объектов. Это, вы знаете, Гражданская 6, Катонстрой, Соляное 5, Алза и Победа, Калина 82. И, соответственно, параллельно мы проводим мониторинг ситуации. У нас, если на начало года было 20 объектов, которые шли с отставанием от срока входа до полутора лет, соответственно, по ним тоже отдельно прорабатываются вопросы по завершению. На сегодняшний день необходимо отметить, что из 20 объектов уже 11 объектов ввели в эксплуатацию. Это порядка 2000 дольщиков в этих домах. Соответственно, эти вопросы по 11 объектам были закрыты. У нас остается еще 9 объектов, которые официально не признаны проблемами на сегодняшний день, но по ним остаются вопросы по срокам завершения. У нас министр лично сам выезжает еженедельно практически на объекты, общается с каждым застройщиком индивидуально. И мы мониторим ситуацию в целом и отслеживаем динамику стройки и, соответственно, ориентируем застройщиков на скорейшее завершение работы и ввод объектов в эксплуатацию. Так уж получилось, что наш телеканал, и вот я лично, как журналист, мы уже несколько лет отслеживаем как раз тоже ситуацию на объекте Гражданская 6. Вот там тоже. Люди должны были въехать, по-моему, если не ошибаюсь, еще осенью 2016 года. Вот сейчас там, да, какая ситуация? На самом деле, процедура была, немножко задержалась из-за того, что федеральный законодатель предусматривает возможность смены застройщика только после официального объявления застройщика банкротом. Эти мероприятия, насколько я помню, были завершены в июне месяце, то есть официально застройщика признали банкротом. И, соответственно, после этого началась работа по согласованию смены застройщика для того, чтобы он зашел на этот объект и завершил строительство. На сегодняшний день нового застройщика мы предварительно с дольщиками согласовали. Все дольщики были за смену застройщика. И, соответственно, после этого согласования в июне месяце застройщикам новым было направлено соответствующее заявление о намерении стать приобретателем данного проблемного объекта в адрес арбитражного суда Чувашской республики, в адрес конкурсного управляющего, а также в Министрое России. Сегодня это дело принято к рассмотрению арбитражным судом. И, соответственно, уже по мере, в ходе заседания будет решаться вопрос о передаче объекта новому застройщику. После того, как будет принято решение о смене застройщика арбитражным судом, соответственно, будут проведены мероприятия по переоформлению договоров, исходно разрешительной документации на нового застройщика и возобновится строительство объекта. На самом деле объем работы не такой большой остался. Сегодня уже проводится оценка технического состояния этого объекта, оценивается стоимость незавершенного строительства, оценивается, какие необходимые работы выполнить для завершения строительства этого объекта. А вот дольщики, они понесут какие-то дополнительные затраты? Или этот вопрос тоже как-то решат? На сегодняшний день мы рассматриваем вариант по компенсации затрат нового застройщика путем предоставления безторгового земельного участка из муниципальной собственности. На сегодняшний день мы соответствующий закон в прошлом году принимали, но пока не смогли его запустить из-за того, что именно самого механизма передачи, еще состоявшегося механизма передачи новому застройщику не состоялось еще. Соответственно, после того, как это произойдет, мы отработаем новый закон, который предусматривает предоставление новым застройщикам земельного участка без проведения торгов в аренду новому застройщику для целей жилищного строительства. Еще такой интересный объект, это проблемный объект на Калинина. Я знаю, что он, что в моем понимании обманутые дольщики, это когда люди вложили деньги, дом не достроен, он на стадии какой-то, например, гражданская шесть. На Калинина дом уже готов, на мой взгляд, уже, по-моему, несколько лет. Вот там тоже какая ситуация. В чем там загвоздка? Как там решаем проблемы? На самом деле, по данному объекту ситуация больше организационная, она юридическая. На сегодняшний день при строительстве данного объекта застройщик просрочил сроки действия разрешения на строительство. При повторном обращении в администрацию города выяснилось, что за период строительства застройщик отчурдил часть земельного участка, на котором должны были размещаться парковочные места. Соответственно, сегодня основанию администрации выдать разрешение на строительство новое, чтобы завершить строительство объекта, на сегодняшний день не имеется. Из-за этого на сегодняшний день администрации города проведено ряд мероприятий по формированию дополнительных земельных участков. Проведено два аукциона на представление права аренды данной земельной участки. Считаем, что данное мероприятие позволит обеспечить данный объект земельными участками и, соответственно, выдать разрешение на строительство. А в целом по объекту еще необходимо выполнить работу порядка на 20 миллионов рублей. И, соответственно, после завершения организационных предприятий будут выполнены работы по завершению. И мы думаем, что объект можно будет ввести в эксплуатацию. То есть по срокам еще непонятно, когда я, например, буду вечером ехать по Калининскому мосту и вижу, что там свет горит в окнах. Это еще нельзя сказать, да, по срокам? На самом деле мы пока ориентируемся до конца года. Но это в лучшем случае мы должны этот вопрос решить. На сегодняшний день источники финансирования, в принципе, определены по завершению строительства. На самом деле они будут изыскываться внутри данного объекта и, соответственно, дополнительных затрат не потребуют со стороны дольщиков. Вот в каждой ситуации, да, республика, город вынужден искать какие-то, значит, решения, чтобы вот эту ситуацию разрулить. Будет ли у нас какая-то общая схема, единый механизм или, может быть, фонд, да, создан для того, чтобы помочь людям в такой ситуации? Ну, на самом деле, для того, чтобы таких случаев не было, как раз и системное перестроение рынка долевого строительства и случилось с 1 июля, да. Но на сегодняшний день наша задача – это завершить те объекты, которые были ранее начаты. Соответственно, мы сегодня прорабатываем вопрос по созданию фонда. В принципе, проект постановления Кабинета Министров подготовлен. Ожидаем, что в случае принятия мы через этот фонд будут реализовываться мероприятия по завершению строительства проблемных объектов. На самом деле, конечно, не должно быть правилом завершения строительства объектов через фонд федеральный, республиканский, потому что ответственность, в первую очередь, нести должны застройщики, которые привлекают средства дольщиков на строительство объектов. Конечно, но все-таки, если этот фонд будет создан, какую проблему решит? Проблема финансирования недостроенных домов? На самом деле, фонд предполагает вообще получение прав застройщика на данный объект, то есть он будет являться застройщиком. И второй момент – это источник финансирования будет из бюджета на условия финансирования регионального и федерального. Но необходимо подчеркнуть, что данный фонд будет осуществлять завершение строительства только тех проблемных объектов, которые на сегодняшний день включены в перечень официальной, и, соответственно, по ним будет вопрос решаться. То есть только достроить то, что начали сейчас. Как вы правильно сказали, действительно, система создана сейчас, чтобы защитить, чтобы не было больше у нас, не появлялись у нас обманутых дольщиков. Вот как наши застройщики все-таки пережили переход на эту новую систему? Все перешли или кто-то не смог? На самом деле, переход только начался, так скажем. На самом деле, у нас сегодня из 94 проектов, 76 проектов – это объекты, которые завершаются по старым правилам, то есть для них, в принципе, ничего не поменялось. Это порядка 760 тысяч квадратных метров жилья. Но у нас 16 проектов, которые уже идут по счетам из крови – это 167 тысяч квадратных метров жилья. Я вот слышала, на самом деле, рекламу по одной из радиостанций. Там сказано, что только наш застройщик работает со скроу-счетами. Это неправда, значит, правильно я понимаю? У нас сегодня 12 застройщиков работают по 16 проектам. То есть некоторые застройщики несколько объектов уже перевели на счета из крови и, соответственно, реализуют. Вот тоже новость читала буквально пару часов назад. В Челябинске завершили, сдали первую новостройку, которую построили с использованием их скроу-счетов. Когда наши чувашские СМИ, в частности, национальное телевидение, Чуваши, можно сказать, в Чебоксарах или в Чувашии, сдали в эксплуатацию первую новостройку, построенную с использованием их скроу-счетов. Ну, приблизительно. На самом деле, ну, как вы, наверное, уже слышали, что у нас первые дома с использованием счетов из крови, они начали строиться еще в прошлом году, с октября месяца. Ну, соответственно, мы видим, что первые дома будут вводиться, наверное, в конце четвертого квартала, в начале первого квартала следующего года. Соответственно, будет уже отработан механизм от начала до конца по строительству объектов с использованием счетов скроу. Спасибо. Я напоминаю, мы беседовали с первым заместителем министра строительства Чуваши, Владимиром Максимовым. Это была программа «Вектор комфорта» и Ольга Пырочкина. Ну что ж, программа записана, пожалуй, вернусь на свой диванчик. Редактор субтитров А.Семкин